Дорогие друзья, пожалуйста, напишите, как меня слышно. Я не буду говорить, как меня обидно. Почему? Потому что сегодня, к сожалению, я не буду вам показываться. Как бы небольшие технические заминки. И, дорогие друзья, это замечательно, чудесно, здорово, что вы сегодня пришли в воскресный день на этот вебинар. Вообще, по большому счёту, я ожидал, что будет человек 200-300, но это нормально. Почему? Потому что сюда приходят только фанаты, приходят те люди, которые хотят, чтобы в их жизни что-то состоялось, хотят, чтобы мы что-то сделали такое, ради чего стоит, ну, не то, чтобы положить жизнь, знаете, такое есть понятие, положить жизнь, а не надо её класть. Но, но, хотим мы того или нет, но то, что с нами пока, пока в данный момент есть Виктор Тарасов, к этому стоит не просто прислушиваться, а обратить на это самое серьёзное внимание. Человек, который своей жизнью, точно так же, как и Анатолий Городович Юницкий, а жизнь — это тоже немалый срок, это практически 18 лет, который доказывает своей жизнью, что жить в финансовом плане успешно может любой человек. Вот абсолютно любой человек. Но, но, к сожалению, 90, наверное, 99% людей, зная что-то, да зная что-то, это не соблюдают. Почему? Ну, наверное, потому что, потому что. И причин каждый из вас может найти огромное количество. Сегодня, к сожалению, не получилось так, что сегодня я не должен был вообще вмешиваться, Гузель должна была сама проводить вебинар этот. Сейчас, Гузель, я попрошу, я попрошу, пожалуйста, пожалуйста, предоставь слово Виктору Тарасову. Виктор, вот то, твоё понимание того, что это такое, твоё понимание того, почему, вот почему одни люди успешны в финансовом плане, а другие нет, почему у одних людей через 2, 3, 5, 10, 15 лет есть капитал, и одни живут, как говорили в средние века, на ренту, а другие продолжают заработать, работать и работать. Немножко об этом. Сегодня это общий такой ознакомительный вебинар. Через некоторое время будут вводные вебинары. Что это такое, мы объясним и расскажем. Немножко терпения. Есть такая молитва мастера, это мастер, ну, мастер, человек, который, ну, даже не человек, а мудрость суфиев. И мудрости суфиев фактически в 10 тысяч лет. Господи, дай иметь терпение, терпеть своё некерпение, и терпеть некерпение других. Это я в своё время узнал, собственно говоря, от мастера и от грузаев. Я вас прошу, просто надо обратить на то, что будет говорить Виктор. Он может говорить быстро, он может говорить некомфортно, но то, о чём он говорит, стоит прислушаться к мнению, к видению, к практике, профессионала, профи, а не теоретика, академика. Это не... Но так оно есть на самом деле. Итак, Виктор, тебе слово. Григорий Михайлович, спасибо большое. Всем здравствуйте. У нас тут, извините, получается, три недели мероприятий не было, то есть мы с трейдерами уезжали в Грецию, на остров Крит, и, соответственно, вместе с семьями там какое-то время, ну, можно сказать так, отдыхали. То есть часть времени мы тратили на трейдинг, и часть времени мы тратили на рассмотрение, изучение красот Греции. То есть такая у нас ситуация прошла. То есть за это время, честно говоря, соскучился уже и по работе, по большому счёту, и по нашим мероприятиям, так что очень рад сегодня их, соответственно, продолжить. Так. Начнём. Гузель, если можно, тоже включись, пожалуйста, в нашу беседу, в контакт, то есть как, что там нужно передавать, чтобы более грамотно у нас всё пошло. сообщение, как-то напиши ещё что-то сделай. Хорошо, Гузель, давай. Так, всё, начнём с вопросов по финансовой грамотности. Всё, жду с удовольствием вопросов. Ну, опять же, да, здесь будут, соответственно, повторяться какое-то количество раз приходится, да, то есть финансовая грамотность. Что такое? То есть это, по сути, у нас есть необходимость жить хорошо не только сегодня, да, но и завтра. Вот. Финансовая грамотность позволяет нам правильно распределить те ресурсы, которыми мы обладаем на сегодняшний день. То есть жизнь устроена таким образом, что то, что у нас есть сегодня, при малейшем грамотном использовании может кормить нас всю оставшуюся жизнь или даже несколько поколений вперёд. Да, то есть достаточно просто не лениться и грамотно этой ситуацией воспользоваться, да. То есть в мире есть большое количество различных инвестиционных возможностей, вложений, да, то есть, и, соответственно, неплохо было бы их все знать, ну и своевременно этим, этой ситуацией пользоваться. Вот. Мы, соответственно, что можем в этом направлении сказать, да, то есть бывают различные кризисы, как правило, это возможность для людей хорошо заработать, сохранить капитал, при том в настоящей его ценности, да, той же валюте или в каких-то активах, да. Ну и, соответственно, когда кризис произошёл, грамотно этой ситуацией воспользоваться и на этом уже достаточно хорошо и несложно, самое главное, зарабатывать, да. Также, соответственно, существуют различные инвестиционные идеи, инвестиционные проекты, тоже вовремя подключившись к которым, да, то есть можно достаточно грамотно, качественно и хорошо заработать капитал, который поможет в дальнейшем зарабатывать на других проектах, ну а всё вместе, по сути, поможет жить просто лучше. Ну, насколько лучше, то уже, наверное, каждый сможет определить сам, да. То есть если дисциплина и определённые знания существуют, достаточно несложно продвигаться вперёд и достигать каких-то хороших уже результатов. Ну, финансовая грамотность однозначно нужна всем, да, потому что если человек, соответственно, этой грамотностью обладает, да, то есть он живёт полноценной жизнью и может воспользоваться всеми теми огромными возможностями, которые существуют в мире финансов и не только, наверное, в мире финансов, да. Если, соответственно, человек этим не владеет, не пользуется и тем более не знает про это, ну это, наверное, уже определённая роскошь получается, да, то есть в современном мире не знать, что такое финансовая грамотность уже, наверное, недопустимо, вот, потому что иначе мы теряем огромное количество и ресурсов, и, к сожалению, времени в нашей жизни, да, то есть, а так как, соответственно, время жизни у всех ограничено, соответственно, нужно им пользоваться максимально грамотно, вот, И тогда, соответственно, это нам даст большие плюсы. Гузель, пожалуйста, с вопросами. Так, а по поводу вечерных инвестиций. Что такое, во-первых, вечерные инвестиции? Вечерные инвестиции – это определенные, грамотные вложения в проекты, которые в открытом виде банки профинансировать не могут. То есть, это проекты не только связанные в чистом виде с риском. То есть, риск, по сути, существует у нас в любом проекте. Даже выходя на улицу, мы, в принципе, рискуем. В конце концов, это определенные проекты, грамотно подобранные, но которые изначально банки или крупные фонды финансировать не могут, не хотят, там, разные критерии, да. А вот специализированные фонды, специализированные, скажем так, команды людей, да, то есть, могут грамотно разобраться в этих проектах и, соответственно, в эти проекты грамотно денежные средства вкладывать. Плюс через венчурные инвестиции, да, через краудинвестинг, соответственно, такая возможность появляется и у простых граждан, соответственно, ну, наверное, во всем мире, да. И вот если есть команда, которая грамотно эти проекты оценивает, видит и правильно показывает их, скажем так, людям, то и люди, в данном случае, понимая, что такая финансовая грамотность, могут этими проектами воспользоваться. То есть, раньше венчурные инвестиции были доступны только ограниченному количеству людей. Сейчас, соответственно, эта возможность уже существует, ну, скажем так, почти в повсеместном варианте. Куда сейчас... Так, Пака, по вопросам идти или как это делать? То есть, вот вижу сейчас по вопросам, да, вот Вера пишет. А куда сейчас лучше вкладывать денежные средства, кроме SkyWare? Так, это как бы имеет отношение к нашему? Нет. Ну, а денежные средства нужно вкладывать в те проекты, которые вы понимаете, раз, да, риск которых вы готовы на себя взять, вот, ну, и доходность по этим проектам, которая должна вас устраивать. То есть, если по этим проектам идет очень большая доходность или очень маленькая, соответственно, нужно понять для себя, то есть, почему так происходит, ну, и хорошо это, в данном случае, или недопустимо. То есть, если вы считаете, что все хорошо и дают большую доходность, ну, значит, просто очень здорово все, можно заработать больше. Вот. Если, соответственно, все хорошо, но дают маленькую доходность, тоже подумать, а имеет ли смысл связываться, в принципе, с такими проектами. Вот. А когда, еще раз говорю, определяет для себя доходность, которая его устраивает, для себя я такую границу держу порядка 20, ну, не знаю, 24 процентов годовых. То есть, если проект дает эту доходность или больше, а больше это может быть хоть сколько, там, хоть 100, хоть 200, хоть сколько, да, вот, это здорово, соответственно. Если, соответственно, этой доходности нет, то, наверное, этот проект, наверное, не очень был бы интересный. Вот. Ну, в данном случае, как бы, я рассчитываю, что проект принесет эту доходность, соответственно, мне это интересно, я в этом участвую. Ну, еще раз напоминаю, венчурная инвестиция ни в коем случае не гарантирует осуществление проекта на том уровне, как мы это ожидаем. Вполне возможно, что это будет лучше, возможно, это будет хуже, чем мы ожидаем. Но, в любом случае, полезный проект проходит, да, и он дает, соответственно, социальную пользу, он, соответственно, приносит доходы тем, кто, соответственно, в этом проекте участвует. Ну, особенно мне бы, скажем так, нравились адресные проекты, которые, надеюсь, скоро начнутся, да, то есть, и они, наверное, привлекут очень много внимания. Ну, опять же, будучи жителем Российской Федерации, мне были бы интересны проекты, конечно, в России. Так, вот, Лариса, скажите, пожалуйста, акции SkyWay имеют серию номеров, в каком виде выдаются, как ценные бумаги? Гузель, Виктор, с чего нужно начинать процесс инвестирования в целом, на что обратить внимание? Ну, процесс инвестирования нужно начинать с того, чтобы определиться на какие финансовые ресурсы, денежные средства вы или ваша семья готовы, соответственно, жить, да, то есть, вам нужно определить тот, не знаю, средний уровень семьи бюджета в месяц, который был бы достаточен для обычной нормальной жизни, да. Если вы этот уровень, соответственно, определяете, вам дальнейшее что нужно сделать? Вам нужно понять, можно ли сэкономить средства из того, что вы уже имеете, да, и инвестировать эти средства, соответственно, или все-таки еще более хороший вариант найти дополнительные способы заработка. То есть, дополнительных способов заработка на самом деле очень много, просто в большинстве случаев люди не хотят тратить свое время на работу, чтобы больше зарабатывать. Ну, эта проблема существует даже среди богатых, почему? Потому что часто возникает такое ощущение, а нужны ли мне дополнительные 100-200 тысяч в месяц, когда мне и так живется достаточно комфортно, да, то есть, эта проблема, к сожалению, тоже существует. Поэтому, если человек готов свое время ничего не делания потратить на процесс зарабатывания капитала, это намного лучше, чем просто выделить средства. Но, в любом случае, нужно понять, сколько средств вы тратите в месяц. Когда вы этот момент определяете, дальше вы понимаете, сколько в процентах вы можете сэкономить и эти денежные средства грамотно проинвестировать. Ну, чем меньше ваш доход, соответственно, понятно, что эта цифра будет все меньше, процентов 10 в месяц, наверное, возможно. Чем больше ваш доход будет, ну, наверное, обратная пропорция, наверное, процентов до 90 денежных средств возможно инвестировать в какие-то проекты. Ну, я для себя эту пропорцию держу примерно где-то на уровне 80%, то есть, где-то 20% у меня идет на потребление комфортное и достаточно жизненное, и где-то процентов 80% своих денежных средств я вкладываю в те или иные, соответственно, проекты. Большая часть этих проектов, естественно, это что-то очень надежное, то есть, то, что приносит небольшой, но стабильный доход, ну, а какая-то часть, естественно, распределяется в венчурные проекты, которые приносят и должны приносить наиболее приятную для меня доходность. Эта цифра должна быть выше, чем 20-24% годовых, ну, и, соответственно, эта часть обеспечивает достаточно хорошее приумножение капитала к тем деньгам, которые, соответственно, существуют. Но, опять же, время от времени, да, вот, будучи на отпуске, возникает такая мысль, да, то есть, а для чего все это накапливается, что с этим делать и как, ну, с этим жить. И вот, когда возникают достойные проекты уже не только, ну, осуществимые, скажем так, на индивидуальном уровне, но и проекты в масштабах страны, вот, ну, соответственно, тогда начинаешь ощущать не только финансовую полезность этого события, да, но и, не знаю, причастность, что ли, ну, к общему благополучию, как это правильно сказать. Еще раз говорю, я не имею в виду, что какой-то, ну, как бы сказать это правильно, общее счастье для всех такое невозможно, да, то есть, но есть некие проекты, которые действительно помогают развиваться государству или даже развиваться, ну, не знаю, в межгосударственном плане. Ну, в данном случае, мне больше всего, конечно, интересуют проекты, которые принесут пользу нашей стране, России. Так, по вопросам. Скажите, я делаю вклад, а доход через какое время будет идти, есть какие-то сроки? Так, на вопрос об акциях вы не ответили. Лариса Skyway, это венчурный проект, он еще не торгуется на бирже, ценные бумаги торгуются на бирже, скорректируйте ваш вопрос. Вложить деньги под нормальный процент, кроме банков. Так, а конкретно, вот так, Ирина, а конкретно, во что сейчас можно вложить деньги под нормальный процент, кроме банков? А, Ирина, давайте сразу уточним момент, напишите, что вы считаете нормальным процентом, потому что в Европе нормальный процент это то, что больше 2% годовых. Вот, поэтому прошу, пожалуйста, пишите с какими-то цифрами, чтобы было более понятно. Так, у меня указано просто количество акций, когда же им будут присвоены номера. Так, Гузель, Виктор, а конкретно, во что сейчас можно вложить деньги под нормальный процент, кроме банков? Так, хорошо. Гузель тоже в том числе. Пожалуйста, укажите цифры, что такое нормальный процент. Потому что я могу сейчас назвать те вещи, которые могут оказаться ненормальным для вас процентом. Пожалуйста, напишите, что такое вы считаете нормальным процентом. Криптовалюта и ее жизнеспособность в России, как вы сказали, более 20%. Но еще говорю, более 20% это уже не нормальные проценты, это уже и венчурные проекты идут. То есть, если мы делаем больше 20%, это уже венчуры идут. Ну, по сути, на венчурах это может вложиться в различные акции. То есть, российские компании, иностранные компании. Ну, в данном случае, наверное, российские компании интереснее. Как выбирать эти компании? Это уже, по сути, правила торговли на бирже. Есть различные рискованные вложения в облигации, тоже существующие на бирже. То есть, вы выбираете имитентов, которые сейчас находятся под прессингом государства или под какими-то проблемными ситуациями и вкладываетесь в эти проекты. Так как эта доходность, соответственно, будет превышать больше 20%, естественно, вы будете на себя брать достаточно серьезный риск. То есть, вы будете брать риск того, что ситуация будет ухудшаться. Если ситуация будет улучшаться, вы, соответственно, получите доходность, наверное, более 20% годовых. Если ситуация будет ухудшаться, вы рискуете уже своими денежными средствами. При этом, какой-то особой пользы для страны, для, не знаю, мира вы не создаете. То есть, просто рискуете своими средствами и все. Так, виртуальные акции и облигации. Нет, понятия виртуальной акции и облигации не существует, то есть на бирже есть конкретные названия конкретных предприятий, конкретных фирм, имеющие свои коды, свои данные на бирже. Так, более 20% дают микрофинансовые компании, стоит ли с ними связываться, какой риск? Я считаю, что с микрофинансовыми компаниями связываться стоит. Также, единственное, нужно оценить срок существования этих компаний и под кем они находятся. То есть, если микрофинансовые организации находятся под крупными структурами банковскими и уже существуют, желательно, более двух лет, то, наверное, такие микрофинансовые организации чувствуют себя достаточно комфортно. Ну, не могу сказать, что у них там доходности явно идут больше 20%, там сейчас доходности в текущий момент существуют в размере 17-22 максимум, то есть 17-20%. То есть, вот на грани тех самых 20% есть. Я, естественно, тоже имею часть своих вложений в потребительских кооперативах, да, то есть, к которым относятся, соответственно, микрофинансовые организации, да, то есть, ну, я считаю, вполне нормально. Притом, эти вложения у меня занимают больше четверти моих денежных средств. Конечно, соответственно, риск существует, но это риск такой уже системный, да, то есть, должно что-то кардинально плохое произойти, да. Да, учитывая, что у нас были некие потрясения в 2014-м, в начале 2015-го года, и эти компании выжили, то я, как бы, проблем, скажем так, хотя бы года до 2019 в них не вижу. А если не вижу, значит, соответственно, могу, соответственно, вкладываться. Конечно, я бы хотел вкладываться под них под более высокие проценты, но доходности на уровне 17-20% на текущий момент это максимум, что они могут показать, не имея каких-то лишних, не знаю, опасений за их существование. Вот. Гузель, пожалуйста, еще с вопросами. Куда не стоит инвестировать? Не стоит инвестировать в следующие два момента. Ни в коем случае не надо инвестировать в Форекс-компании. Когда вам, соответственно, настойчиво звонят и предлагают вложить денежные средства в Форекс-компании, или предлагают вам управляющего, который за вас будет все работать и зарабатывать вам денежные средства, или вам предлагают робота, который за вас будет работать, да, то есть бегите оттуда как можно быстрее. Оттуда еще живыми мало кто уходил. Это раз. Также не стоит вкладываться в бинарные опционы. То есть если вам предлагают заработать быстро и сразу на бинарных опционах, тоже имейте в виду, что там отрицательное математическое ожидание этого процесса, да, то есть, и если вы с этим будете сталкиваться, чем больше вы туда денежных средств будете вкладывать, тем меньше у вас денежных средств останется в жизни. Вот. Это, наверное, две самых больших проблемы. Плюс в интернете сейчас очень популярны это каперские ставки на спорт. То есть вам звонит человек, который говорит, что он знает секретные результаты матчей, что он хочет с вами поделиться, да, объясняет причины, почему он такой добрый и щедрый, да, то есть тоже от этого бегите как можно дальше. Вот. Ну и плюс сразу хочу сказать, в интернете, имейте в виду, огромное количество проектов по обучению ценным бумагам, торговли на бирже, на Форексе, еще что-то. Это в 99,9% лохотрон. Учиться в интернете у специалистов, которые неизвестны, не нужно, просто не нужно. Очень простая подсказка. Если хотите у кого-то учиться, позвоните на московскую биржу и спросите про этого преподавателя. Если московская биржа скажет, что они его не знают, просто бегите оттуда подальше и все. То есть обучение разным вариантам в интернете, это сейчас одно из самых процветающих вариантов бизнеса. Еще раз говорю, есть, конечно, полезные моменты, ни в коем случае их не исключаю, да, то есть, но большинство обучения торговли на бирже, на Форексе, это лохотрон. Самый лучший способ проверить, это позвонить на московскую биржу и спросить про того преподавателя. Если они его знают, без ним сотрудничают, ну, наверное, здесь все чисто и можно, соответственно, работать. Если не знают, даже больше ничего не спрашивайте, просто, ну, прекращайте эти отношения и все. Так, когда появятся акции Skyway на бирже? И если они появятся, как же они будут торговаться без номеров, без документов? Лариса, когда акции Skyway появятся на бирже, никто, соответственно, не знает. Естественно, все будут хотеть, чтобы этот процесс состоялся не как можно быстрее, а как можно более качественно, понимаете? Выйти на биржу, а потом увидеть, что нет покупателей, это не очень хороший вариант начала хорошего бизнеса. Skyway серьезная организация, я думаю, она очень хочет, чтобы у нее, не знаю, была столетняя история, правильно? И никто не хочет, чтобы после выхода акции на биржу, акции начали падать. Все хотят, чтобы акции вышли на биржу и начали, ну, планомерный, не знаю, медленный, среднемедленный, быстрый рост. Ну, в моем понимании, медленный рост был бы самым оптимальным вариантом, да? Вот, чтобы вывести акции на биржу, нужно сделать очень много полезной работы, понимаете? Вот, чтобы эту работу сделать, соответственно, она и делается, эта работа, да? То есть нужно в этом плане не спешить. Я, допустим, однозначно противник того, чтобы акции Skyway появлялись как можно быстрее на бирже. То есть я адекватно понимаю, что когда этот процесс состоится, да, то есть это не будет легким процессом, да? То есть, ну, как это правильно сказать? То есть мне нужна положительная история этой компании и дальнейшее, соответственно, развитие и увеличение стоимости компании. А не то, что мы сегодня на акции вывели на биржу, да, то есть а завтра не знаем, кому их продавать. То есть этот вариант совершенно, ну, мне, по крайней мере, однозначно он не нужен. Я бы тремя руками не хотел бы, чтобы компания выходила на биржу просто потому, что надо выйти на биржу. Так, если появится, как они будут торговаться без номеров, без документов? Лариса, я вас убеждаю, если акции, когда акции выйдут на биржу, соответственно, у них будут и номера, ай, документы и прочие моменты. То есть, ну, это, знаете, там вопрос по поводу, а что будет с солнцем, когда оно зайдет? Оно зайдет и будет светить. Я не вижу здесь смысла отвечать на вопрос. Так, вас, так, вам знакома компания Ларсон Эндхольдс, стоит ли с ней связываться? Нет, компания Ларсон Эндхольдс мне не известна, по поводу связываться, не связываться, если не знаю, соответственно, не знаю. Я не связываюсь, потому что она мне неизвестна. А, 17-20%, Анатолий, это годовые, конечно. Так, Светлана, Виктор, а прибыль от приобретенных акций есть только... Так, Виктор, а прибыль от приобретенных акций все-таки есть сроки или это вопрос не к вам? Так, Светлана, я немножечко вопрос не понимаю. А что значит прибыль от приобретенных акций есть сроки? Срок – это тот момент, когда вы можете, соответственно, акцию продать. То есть это, наверное, срок будет. То есть момент выхода на биржу или какие-то другие процедуры, ну, наверное, будут объявлены, когда этому наступит нужный период, нужное время. С моей точки зрения, я противник того, чтобы акции выводили на биржу как можно быстрее. Так, название и минимальный порог входа этих кооператив в компании, назовите для примера. Ну, входы могут быть, в принципе, и тысяча рублей, да, то есть, а название этих компаний, это, наверное, нужно просто в интернете смотреть, по порядку выбирать. То есть это достаточно кропотливая работа, да, то есть и часто грамотный подбор, это, ну, ответственность тех, кто это, соответственно, делает. Ну, давайте так скажем. Я не вижу обоснований или ответственности просто называть компаний, за которых я несу личный риск. То есть мне проще было бы сказать название компании, да, то есть что-то, если с компанией случится, я об этом узнаю и выведу денежные средства, да, а вы будете считать, что я эту компанию назвал, и она идеальна. То есть, ну, наверное, так неправильно будет. То есть это, по сути, как поделиться некой информацией, на которую я потратил время, чтобы ее правильно выбрать и рисковать, по сути, я как бы готов своими деньгами в этом плане. Так, а вы поделитесь, куда лично вы инвестируете? Или дайте совет, куда вложить миллион рублей, кроме банка. Так, ну, так, Лев Лобов. Ну, каким образом ожидать и, главное, какой период дивиденды – это актуально? Ответьте, уважаемый Виктор. Каким образом ожидать и, главное, какой период дивиденды? Ну, знаете, дивиденды любой компании зависят от тех проектов, которые они, соответственно, осуществляют. Если, соответственно, пойдут проекты, соответственно, будут объявлены или, соответственно, дивиденды конкретные, да, или какой-то байбэк, то есть, так называемый обратный выкуп, да, то есть, или просто процесс дальнейшей подготовки к следующему конкретному проекту, да, то есть, компания может провести один проект и заплатить дивиденды, то есть, ее право. Компания может провести 10 проектов и ни разу не заплатить дивиденды. Тоже, кстати, очень хорошо. Почему? Потому что невыплаченные дивиденды – это, по сути, денежные средства, вложенные в саму компанию. А если денежные средства вложены в свою компанию, это увеличивает стоимость акций самой компании. Кому-то нужны дивиденды. Вот мне в данном случае дивиденды абсолютно не нужны. Мне нужна стабильная, хорошая компания, которая со временем сможет выйти на биржу, существовать, развиваться и двигаться дальше по стоимости. Еще раз говорю, ожидания по доходности у меня достаточно консервативные. Любой проект доходностью 20% годовых и выше мне вполне устраивает. Как это будет развиваться, мне без разницы. Капитализация уже формируется, она растет. Это ли не признак успешности компании, мотивация, выгода ее на биржу. Спасибо. Капитализацию компании формирует именно биржевой процесс. Когда компания выйдет на биржу, будут общедоступные мировые котировки. Для меня это будет ориентиром. Капитализация это то, что я увижу на бирже. То есть, ну вот, я считаю, так. Идет проект. Проект развивается однозначно. То есть, я видел сам, как это все происходит. Мне очень нравятся те люди, которые, соответственно, этот проект осуществляют. И дай бог им успеха в дальнейшей реализации проекта. То есть, по поводу роста капитализации, я не могу ничего сказать. Для меня капитализация это биржевые котировки, биржевой процесс, биржевой график. Так, Ирина, так, в интернете есть предложение зарабатывать на субаренде коммерческой недвижимости от вроде китайской компании с обещанием прибыли 10%. Так, Ирина, подскажите, 10% в месяц или 10% в год? Виктор почему-то обратил внимание на скайвей. Ну, так, сейчас, Ирина, в месяц это реально. Ирина, по поводу субаренды коммерческой недвижимости 10% в месяц, это полная чушь. 10% от субаренды невозможно ни при каких обстоятельствах. Это просто, в принципе, невозможно. Коммерческий бизнес, аренды сейчас находятся в глубочайшем кризисе. Люди мечтают вывезти оттуда денежные средства и разместить их на каких-то более понятных проектах с доходностью порядка 12-15% годовых. 10% в месяц на субаренде это, знаете, я вам скажу так, я скорее поверю, что скайвей будет стоить 1000 долларов за акцию, чем 10% в месяц на субаренде. Так, Гузель, Виктор, почему ты обратил внимание на скайвей? Ну, потому что это достаточно понятный с точки зрения человеческого понимания проект. То есть железные дороги, полнейшая их отсталась с точки зрения реальности. То есть я вижу, соответственно, какие у нас ездят поезда, с какой скоростью они ездят, и вижу те люди, которые этим процессом, соответственно, управляют. Понятно, что в этом состоянии жить невозможно. И не нужно быть даже юнистским, чтобы понять, что что-то нужно менять. А юнистский знает, что нужно сделать, чтобы это поменять. То есть мы все понимаем, что там полный ужас, но что сделать мы не знаем. Ну, а, соответственно, юнистский знает, что нужно сделать. Ну, дай Бог ему здоровья и всего лучшего, чтобы он, соответственно, это смог осуществить. Понятно, что у всего этого процесса есть не только сторонники, но и противники. Ну, и в хорошем смысле я, ну, не знаю, как сказать, желаю ему удачи, победить этих противников, этих недругов, да, то есть и достичь того, что он хочет. То есть то, что он хочет сделать, оно просто гениально, да. То есть на самом деле в его понимании ничего тяжелого нет. Он это все знает, и он это все сделает, да. То есть все остальное, вот именно сама окружающая среда создает некие проблемы, и вот это, соответственно, уже нужно сделать. Ну, а чтобы все это получилось, соответственно, эти все проекты организованы. Понятно, что в любом проекте очень хорошо, когда есть очень крупные инвесторы, да, то есть которые берут, скажем так, основной удар на себя. Это, наверное, задача любого крупного проекта, то есть в международном варианте или в более страновом варианте. То есть если у SkyWay будет какое-нибудь несколько крупных фондов, которые смогут, соответственно, поддерживать SkyWay, да, то есть, соответственно, от этого выиграют абсолютно все. То есть и миноритарные акционеры, которыми, соответственно, мы все с вами являемся, да, то есть, ну и сами, соответственно, крупные фонды, да. То есть что нужно, чтобы крупные фонды пришли? Ну, наверное, время. То есть, наверное, та работа, которая ведется, к этому приведет. Ну и, опять же, умение бороться с этим тоже очень важно. Так, Евгения, расскажите о криптовалютах. Их много, какие можно признать лояльными, какие мошеннические, как их отличать? У нас не идет вебинар по криптовалютам. То есть, это, опять же, достаточно ответственная территория. То есть, и просто сказать, что вот это можно сейчас использовать, а вот это не стоит сейчас. Ситуация постоянно меняется. То есть, назвать конкретные валюты в данный момент и их изменения, ну, это специфически, мне кажется. То есть, я вам скажу так, грамотная информация по криптовалютам, да, то есть, в рамках крупных игроков стоит достаточно больших денег. То есть, заявлять это голословно сейчас я не могу. То есть, высказывать какую-то важную секретную информацию, ну, это было бы с моей стороны просто расточительством, я считаю, да. То есть, представляете, я, допустим, собираю какую-то важную информацию, а потом просто раз в чате выбрасываю, да, то есть, а люди за это готовы платить, ну, не знаю, сотни тысяч рублей. Так, эксперты говорят, что через 10 лет половина банков не будет из-за внедрения блокчейн-криптовалюты, правда ли? Нет, однозначно неправда, никакие криптовалюты не смогут ключевые банки убрать, да, а половина банков может сократиться по причине своей просто ненужности, нелояльности государством, то есть, и другим моментом. То есть, у криптовалют, на самом деле, будущего не существует, да, то есть, это нормальные игры промежуточные. Поиграет в одну валюту, забросят, поиграет во вторую валюту, забросят. То есть, это такой, знаете, интернет-игрушка такая, большая, хорошая интернет-игрушка. Кто первый поигрался в валюту, успел выйти, молодец, кто, соответственно, узнает о ней в последнем, но останется, скажем так, с носом. Вы однократно обложились в SkyWay или регулярно покупаете? Да, мне кажется, это частная информация, то есть, и я не вижу необходимости, чтобы кто-либо, кроме меня самого, знал о том, какой пакет акций и каких проектов у меня в SkyWay существует. То есть, это моя информация личная, я ее предпочитаю оставить для себя. Так, Галина, SkyWay создала для нас школу финансовой грамотности, а некоторые задают свои меркантильные вопросы для других проектов. Странно. Да, Галина, я тоже считаю, что это абсолютно странно, да, то есть, и, ну, тоже, мне, честно говоря, мне многие вопросы не нравятся, вот просто принципиально не нравятся. Так, мы сейчас поддерживаем SkyWay финансовое время, я поделюсь, не поддерживаю. Так, а Григорий Михайлович, или Гузель, а, пожалуйста, возьмите слово, то есть, что нужно, собственно, как дальше, да, то есть. Вы знаете, вы знаете, дорогие друзья, хотим больше увидеть, но сегодня вы увидели меня, так как я не был ведущим, но по-другому обстоятельству, я находился дома, но в связи с этим интернетом, скажем, нашим лучшим, близким братом, получились нюансы, что я вышел на связи, даже наши разгеты, пишу, это бинжак, в Челябинске, я нахожусь дома, в своей квартире, и вот так получилось, но сейчас я уже в рубашку, так сказать, вот, и обращаюсь к вам одним простым предложением. Говорят так, самый хороший вебинар, самая хорошая презентация, это та, которая вовремя закончилась. Так вот, на сегодняшний день Виктор, конечно, ответил, вот просто я сам, я сам поражаюсь, вот те моменты, насколько профессионально он отвечает, вот отвечает на вопросы, я просто в шоке, в хорошем шоке. Это действительно так и есть на самом деле, это не какие-то заоблачные фантазии, что-то еще, но реальность есть реальностью, и реальность заключается в том, что, вот задайте себе вопрос, я говорю сейчас о Skyway, Виктор не столько говорит о Skyway, сколько он говорит с профессиональной точки зрения, как, ну, действительно суперпрофессионал, суперпрофессионал в финансовых вопросах, но я говорю с основным Skyway, а вдруг это случится, и это что вдруг случилось, мы должны своего рода быть фанатами, помните выражение, только безумные идеи, безумные люди меняют мир, сумасшедшие люди, сумасшедшие идеи меняют мир, и мы это создаем, мы являемся созидателями, и мы осознаем все риски, и важность на создание всех рисков, и в то же время от того, что может произойти, это является вот то, почему Виктора Тарасова мы пригласили сюда. И при этом в данный момент он делает это совершенно бескорыстно. Вот просто поймите, бескорыстно, человек, который более двух лет наблюдал за тем, что происходит, после чего вместе с Гузелиной полетели в Минск, за свой счет, заметьте, за свой счет полетели в Минск, для того, чтобы убедиться Виктору в том, что происходит, чтобы грамотно говорить о том, что это такое. Дорогие друзья, мы всех благодарим за то, что сегодня были на нашем вебинаре, с вами были Гузель Могосумова, Виктор Тарасов, ну и чуть-чуть Григорий Миржиченко. Я сегодня вообще не должен быть здесь, Виктор, огромное вам благодарность за то, что вы сегодня вносите на вебинар, неожиданно после отпуска сразу вот так, и следующий вебинар, он будет намного профессиональнее, и мы уже переходим во вторник, дорогие друзья, во вторник я всех жду на вебинаре, где мы определимся с тем, кто пойдет уже дальше, именно в финансовых вопросах, кто пойдет следом. И мы об этом будем говорить во вторник с вами. Виктор Тарасова не будет во вторник, то есть мы с Волоспросением определились, с Волоспросением будет вебинар с Виктором Тарасовым. А дальше уже, я думаю, в ближайшие буквально 2, максимум 3 недели, мы определимся с тем, кто будет находиться, скажем так, в другой немножко ипостаси. Для тех людей, эта информация будет для тех людей, которые берут на себя ответственность, говорят, да, я хочу чему-то научиться, и при этом не просто научиться, но и помочь группе компаний Skyway, именно помочь, и в то же время взять на себя ответственность за что-то, за свое будущее, прежде всего за свое, ну, можно говорить большими там словами, глобальными там проблемами, но, да, обучение будет позже, абсолютно верно. Сегодня у меня вышла заменка с компьютером, друзья, пишет, не могу озвучить, к сожалению, формат. Формат будет озвучен во вторник. Дорогие друзья, мы вас всех ждем во вторник на нашем вебинаре. Виктор, я думаю, все вместе, давайте поблагодарим Виктора за то, что он сегодня был с нами, в воскресный вечер, только что вернувшийся из поездки, и до встречи на следующем вебинаре. Дорогие благодарны. Всем большое спасибо, да, то есть спасибо, что вы присутствовали вместе, спасибо, что мы, соответственно, с вами разбираем многие вопросы, и думаю, мы достаточно много всего разберем в ближайший, не знаю, год-полтора, то есть станем достаточно успешно, финансово грамотными, и с проектом Skyway тоже у нас будет все достаточно отлично. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok